Кто такой, откуда и зачем? Здравствуйте, Игнатий Тихонович! Здравствуйте! Это вам раба Божья Вера решилась позвонить, никогда этим не занималась, я с компьютером-то вообще не знаю даже как обращаться, мне тут сын все устроил, я хотела бы у вас узнать. Вы слышите меня? Я слышу, маленько отодвиньтесь от экрана, вот так вот, чтобы видно было. Вы где живете? Я звоню вам из Перми, город Пермь, Урал. Так, слушай, что вы хотели? Я хотела бы, во-первых, очень приятно, что за вас дозвонилась, низкий поклон вам за ваши все передачи, за книги, за все, что вы делаете, низкий поклон вам. У нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Нет, не против. Ну, говорите, что у вас есть? Я хотела, вот я слушала у вас саму беседу про крещение, вот, очень внимательно слушала, и у меня вот такой вопрос, я крестилась в 94-м году, ну, крестилась как, хотела креститься, но не понимала ничего, и никто мне ничего не объяснял. В общем, после крещения тоже, можно сказать, обеты нарушила, потому что не понимала, никто мне ничего не объяснял, и крещение, вот, как я вас послушала, что оно неправильно, что опрыскивали, вот, как, опрыскивали. Не было погружения. Я хотела бы узнать, могу ли я вот перекреститься, или как? Не перекреститься, а вы просто некрещеные, и все, тут только так рассматривать надо. Так вот, я тоже, у меня есть такое постоянное ощущение, чем я больше сейчас стала выцерковляться, это сам читать, вот, все узнавать, и у меня вот такое ощущение, что вот нет этой благодати-то, потому что было, видимо, крещение, вот это на самом деле неправильное, нету ничего. Но у вас разве там храмов нету, пойти к священникам, все там объяснить им? Они говорят, я спрашивала, они говорят, нет, все, один раз, все, нет, ничего. Ну, как нет ничего? Что, реки никакой нету, водоема нету, чего нету? Нет, да, река тут. Ну, а чего нету-то? Нет, они сказали, что один раз уже все, больше крещений нет. Ну, один раз обманули, скажите, обманули, погружения-то не было. Крещение переводится на русский язык «погружение». Ну, чего смеяться-то? Называется «баня эпохи бытия». А какая баня, когда ты одевший стояла? Так я тоже, я с вами согласна полностью. Да, со мной не надо соглашаться. Так говорит святая Библия, святые отцы, каноны говорят, апостольское 50-е правило. Нету, куда вода делась? Баптисты крестят, адвентисты крестят, сарабрятцы крестят. Только они православные называются. И не хотят крестить. Ну, хорошо, я подойду еще, вот, спрошу. Но все их, во-первых, не ухватишь, этих священников, они все куда-то доропятся, бегут. Ничего они толком не узнают. Ну, я не знаю, вот у нас были, были такие, которые хотели, мы им советовали искать, и они там нашли. А то ехать-то и далеко, да и мы должны знать вас, так, сразу-то. Крещение 9 июля у нас будет. Вот если бы вы были в этом июле, июля, вот если бы вы были с кем-то, мы бы познакомились, тут переписывались, и были бы на своей машине. Мы дали бы вам маршрутку, и вы могли бы приехать, ну, кто-то там, муж или кто за рулем. Хорошо, у нас есть машины, то можно, надо подумать, потому что далеко ведь это. Вы маленько голову поднимите, я вас не вижу. Вот так, лицо на меня, смотрите, ничего нет. Вам сколько лет? Мне 41 будет. 41 будет. Вы где-то работаете? Нет, я как бы домохозяйка. А с кем вы сидите дома? Ну, участок со мной, сын, каникулы у него. Ну, то есть, у вас никаких противопоказаний к путешествию-то нету? Нет, нету. Нету. Ну, мы должны знать все. А кто вас повез бы, если мы договорились? Что? Кто вас повез бы на машине-то? Ну, муж, муж за рулем. Муж за рулем, он курит? Муж нет, не курит, не пьет. И курит, а не пьет, а то уже легче. Мы будем готовить людей. Вы давно на наших ресурсах-то? Где вы? В Ютубе бываете или где? Ну, я, я, как это, сколько называется, Ютуб? Я в Ютубе, вот смотрю ваши всякие разные передачи. Смотрела, как там нападают на вас. Ну, да. Я полностью на вашей стороне. Ну, они вешают. Вы молодцы, конечно. Да. Ну, что, вас как звать-то? Вера. Ева? Вера. Вера. Ага, а то плоховато слышно. Ну, что, мы тогда сейчас вот как будем, ну, закончим разговаривать. Я внизу в скайпе вам скину все данные. Хорошо. Какие вопросы, как готовятся, какие наши ресурсы. Я примерно три раза вам скину здесь на маршрутку и все остальное. И потом, чтобы муж на меня вышел. Ну, хорошо. Вы с ними сегодня... Скажите, еще вот я хотел... Ну, ну, говорите. А вот я еще хотел спросить это самое. Вот вы ездите везде, проповедуете. А у нас вот тут вообще темнота такая. Никто у нас тут ничего не проповедует и не говорит. Особенно вот, если знаете, такое есть вот место, коми-округ, коми-пермяки. Там вообще все заброшено, глухоманили люди. Мне жалко людей. А вы по нации кто будете? Я, ну, мама коми-пермячка, отец русский. Отца уже нет, отец умеет. А мать кто? Русская так. Русская как, да? Мама коми-пермячка. Ну, русские, русская. Русские, да. А у вас какие-то там маленькие дети, внучата есть с собой? Нет, ну, вот сына у меня 10 лет. А, ну, 10 лет. Вот у нас как детский лагерь был, а нынче у нас был детский лагерь. Я начальник детского лагеря. А я знаю, знаю, смотрю ваши дети, все смотрели, увидели. Вот, купили дома, теперь ремонтируем летом, чтобы детей принять уже в домах, в деревне. Чтобы уже к нам Роспотребнадзор не имел претензий никаких. Так что вы ребенка можете взять с собой. Конечно. Я вам напишу все, как там стоит чего. Это у нас опыт очень большой. Ребенок много услышит. Хорошо, я знаю, я смотрелся. Только если поедете, скажите мужу, чтобы был отпуск, он не торопился. Что-то потребуется помочь, потому что в новых домах мы здесь сейчас, там и обои надо клеить. Мы в прошлом году многое сделали здесь. Ограду прибрали, там никто не жил, мы купили дома эти. Люди выехали. Ну и вот вы выйдете тогда. Ладно, какие-то вопросы еще есть у вас? Да, я еще хотела спросить. Так вот, как же вот быть-то? Я вот с учеником говорю, почему вот никто не едет, не проповедует. Вот там люди в темноте, можно сказать, живут, в темноте духовные. Это правильно, но что же не делают-то, это неправильно. Они говорят, обращайтесь, там у вас, там в Кудыринкере свой этот Никон или как там, я не знаю, священник. Так вот, мне заинтересованы, такое впечатление, что не заинтересованы, трясутся около своих приходов и все. Понятно. А вот почему они не проповедуют? Люди пропадают, пили, так и пьют, умирают в грехах и все. Жалко людей. Это печально. Скажите, а на сколько времени вы можете приехать? Да я могу вообще хоть к вам переехать, жить. Ну жить, у нас тут переехать это трудно, это строиться надо. Мы когда людей узнаем... Я смотрела про вашу общину, все смотрела, мне так нравится у вас там и места красивые, и все это, и люди. Да, да. А вы видели, как у нас в общине, как женщины одеты, как идет служба, как благоговейно? Да, мне очень это все нравится у вас там. Ну вот это у нас труд большой заложен. На месте это все, конечно, увидите. Я вам скину все, ну а муж когда сможет на меня выйти? А я не знаю, он только что на вахты ездит, так и только что уехал, сейчас приедет в начале мая. Он ездит на вахты. Он кем работает? Ну он геолог по образованию, а с нефтяниками, с газовиками. А геолог, да, а зимой-то какая геология-то? Нет, он сейчас ездит с газовиками, нефть и газ. А ты как дальнобойщик? Ну так вот примерно, да, месяц, дома месяц там ездит, так вот сколько лет уже. У него там работа, да? У него там работа, но... Потому что здесь работы-то нету никакой ему, и вот он туда ездит. Все разбылилось, геология разбылилась. Раньше я тоже с ним ездила в этих полях, в экспедиции. Я кое-что спрошу вас. У вас какое образование? У меня образование, ну, школьное, среднее. Школьное, среднее. Среднее, позвонить. Вы тогда внизу мне напишите сейчас поподробнее немного место, где вы находитесь, фамилия, имя там отчества, и с мужем вы когда сможете переговорить? Позвонить ему. Ну, я поговорить-то могу и сегодня с ним. Он просто вот сейчас, когда он в мае вот, допустим, приедет, я не знаю, в мае ведь к вам, это надо в июле? Так, июнь, он едет в июле, да? Это надо в июле, 9 июля. Нужно, чтобы приехали пораньше, потому что нам нужно позаниматься с вами, позаниматься. У нас не так, что приехали, мы его узнаем, идут занятия. Ну, хорошо. Вы должны понимать, что это очень серьезно. Вы становитесь на путь христиан. Конечно, я все понимаю. Это скорбный путь, чтобы мы верили в Иисуса Христа, что Он умер за наши грехи. Что мы омыты кровью хрустовой. То есть чисто православное учение. Вы там никаких сектантов не слушайте. Нет, конечно. Нам не надо. Наша святая православная церковь. Вот мой сын. О, ну что ж. Маленько пониже, пускай голову опустят, а то только рот видно. Вот так. Хорошо. Степан его зовут. А вам меня видно? А вы меня видите, да? Да. Вот. Если поедете, обязательно возьмите его. У нас очень интересно. Вы подольше останьтесь в июле там. У нас... Мы по ягоды ходим, ребятишки. Такие игры купаются каждый день. Каждый день купаются. По нескольку раз. Ему будет очень интересно. Это новые люди. И сами все посмотрите насчет переезда. Надо поговорить будет. Вы на месте все увидите. Сейчас, ну, первый раз мы видим. Муж... Теперь, если муж узнает, что я с вами разговаривал, он не будет против? Нет, конечно. Нет. Вы ему только скажите, что мы с вами разговаривали, чтобы не было это за глаза. Конечно, скажу, расскажу. Вы расскажите. Он знает, что я это все смотрю, православное смотрю. Вот. Он тоже потихонечку выцерковляется, никак не может. Примерно через полторы недели вот этот ролик, что мы с вами разговариваем, я выставлю здесь. Вы увидите его на ютубе. И посмотрите, ему скажите. Скажи, ты там, где можешь, посмотри, скажи, как мы разговаривали. Его как звать? Хорошо. Мужа как звать? Хорошо, хорошо. Еще вопрос это самое. Я говорю, мужа как звать? Сергей. Сергей. Вот. Второй вопрос. Какой? Вопрос. Вопрос? Да. Вопрос вот еще какой. Пасха нынче. Почему-то тоже в интернете всякие толки ходят. Пасха, когда у нас нынче? 16 апреля. 16. Что говорят, что там совпадает с иудейской? Да не надо думать нам. Оно значено все. Что попало придумывают. Сиудейская. У нас какое отношение к ним? Пусть они когда хотят. Это нам надо знать. 16. Вы пост только соблюдайте. Хорошо, хорошо. Пост соблюдайте. Хорошо. Чтобы ни мясного ничего не было. Если мальчик у вас верующий тоже, он может вместе принять крещение. И муж тоже. Да, ребенок-то у меня крестили, ему трех месяцев не было. Это тоже так же? В чане в каком-то таре? Нет, нет, нет. У нас тут дети бывают, приезжают. И здесь принимают крещение. Правильное, православное. Так вот я и хочу к вам. Я вам сейчас скину материалы и скажу, где на нашем сайте, скину какое место. Там оглавление моей книги к истинному православию. И там о крещении написано. И вы когда зайдете, там все прочитаете. О покаянии, о крещении, вопросы какие задают. Вот здесь, где мы говорим, под скайпом. Прямо на скайпе здесь. Прямо на скайпе скину я вам здесь данные. А вы их тогда перенесете туда. А вы в моем мире не бываете? Мой мир, такая система. Нет, такое еще не заходила, не смотрела. Я потому что в этих не разбираюсь с компьютером. Да я тоже. Сын у меня сейчас зайдет, мы посмотрим. Не очень разбираюсь. Так, ну что ж. Я случайно вот это все православное смотрела. И случайно на вас вышла. Смотрю, вот слушаю. Алексей Мороз, священник. Потом каждый день так смотрю. Ваше видео смотрю постоянно. Стало смотреть. Вот вчера у нас был день такой. Полностью считалось в храме. Вчера канон Андрея Критского. Мы его записали. И через неделю мы его выставим. Вот сегодня у нас много роликов. Вы сами смотрите. Толкование священного писания. Какие беседы, встречи. У меня 6700 роликов. Это обоокрещение. Обо всем, обо всем найдете. Ну хорошо. Еще вопросы есть какие? А еще насчет книг хотел узнать. Книги-то вот как вы посылаете или дарите или как? Нет. Покупают. Я вам сброшу цены какие. И тогда уже вы решите, нужно вам или нет. А если вы думаете приехать, тогда вам легче здесь на месте взять, чтобы не платить за пересылку. За пересылку. У меня книги в деревне. Я-то в городе нахожусь. В городе, Барнауле. А в Барнауле вы? Потому что мы должны договориться уже в мае, разговоры все закончить. Потому что оттуда мне трудно разговаривать. Я не буду. Только писать можно. Вы не потеряете, что ли? Да, потеряете. Я уеду 10 июня туда на мой день рождения. С ребятишками. А сейчас тут можно выйти. Вот какие-то у вас вопросы будут. А скажите, с вами можно ВКонтакте переписываться? Что можно? Переписываться ВКонтакте-то можно? Я ВКонтакте не бываю. Там модераторы наши. У меня страница есть. Я туда не захожу, не знаю. Нет, не надо. Мне что хотите, вот сейчас скажите. Мне писать времени нет. А вот мы переговорили. Вы другие вопросы накопите. И через 2 недели зайдете. Через 2 недели. Пометьте себе. И сначала внизу. Сначала в скайпе напишите внизу. Я здесь или нет. Когда дам разрешение, тогда вы зайдете. Мы у нас время с 4 ночи Москвы. До 4 дня по московскому времени. Можно будет тогда в это время договориться и позвонить. Все хорошо, понятно. Да, да. А по телефону вам нельзя? По телефону у меня есть, но телефон, это вредно по нему говорить. Вы на его, на всякий случай запишите. Больше 2 минут нельзя говорить. Это вредно. Но я знаю. Запишите его. Да я вам его. 8. 9. 6. 1. 9. 6. 1. Потом 2. 3. 0. 7. 0. И 6. 0. Вот вы можете... Это много? Да, ну как повторите. Как записали? Повторите. 8, 9, 9. Нет, неправильно. 8, 9, 6, 1. 9, 6, 1. Да. Потом? Так, 2, 3, 0. Да. 7, 0. Да. 6, 0. 6, 0. Вот это правильно. Если что-то срочное, только тогда звонить, вот в это время. У нас разница с Москвой 4 часа. С Москвой. Ну, нам нет нужды телефон, деньги тратить. Вот здесь мы поговорили, тут бесплатно. И вы вопросы на бумажку записывайте. И когда будем говорить, вы их все перечислите. Я еще раз спрошу вас, чтобы ваш муж был не против. Потому что без мужа, я с вами разговариваю, у нас это не принято так. Я знаю. Да нет, он не будет против. Он только за. Ну, вы все-таки расскажите ему, чтобы он вас благословил на разговоры. Благословите, скажи мне, на этот разговор, Сергей. Скажи, я тогда вам все передам. Хорошо. И там уже посмотрите, там, природу и все. Сможет он построиться или нет. Он построил через 2 недели. Если он... Еще у меня вот какая-то... Вы, если бы, ну, раньше были здесь, говорили, тут надо, если кто думает переезжать, необходимо это весной, рано, чтобы успеть огород посадить. Огород посадить, чтобы все к осени было свое. У нас земля хорошая. У вас там школа есть, да? Да, школа своя есть до 9 класса. Свои учителя все православные. Хорошо. Мы с нуля строим деревню православную нашу. Ну. А когда-то там наш поселок был, а потом все это разрушилось. Ну вот мы получили статус, теперь государственная школа, государственная. Начинается все с молитвы. Электричество подведено, интернет, все есть. От железной дороги мы 4 километра. От города Барнаула 150. На карте. Помоги вам, Господи. Спасибо, Хвою, Христос. Больше, если чего нет, тогда расстаемся, да? Да, хорошо. Спасибо вам за все. Ну, добрый день. Сейчас напишите свои имена, там сколько, чего, как. А я вам свои материалы скину. С Богом. Хорошо. Храни вас, Господи. Спасибо вам. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...